Добрый вечер, церковь! Добрый вечер, все, кто нас сегодня слушает, кто, может быть, видит нас. Мы благодарим Бога, что Его благодатью мы в том месте, где Бог нас сегодня ожидает видеть. И я знаю, что наш труд не тщетен пред Господом. И Он верен и праведен, и Он не забывает дело любви, дело служения. Поэтому я верю, что сегодня мы в большинстве с вами по причине дела любви, в первую очередь к нашему Господу, и дела служения. Потому что это неразрывно связано одно с другим. Потому что тот, кто познал любовь Божью, он не может не служить, он не может не отдавать её, он не может оставаться равнодушным. Я хочу сегодня поделиться словом и на основании этого слова молиться. Потому что, на мой взгляд, мы как церковь, как тело Христово, мы нуждаемся в том, чтобы нам с вами временами просто позволять Богу, ну вот, знаете, фокусировать нас временами, чтобы он, знаете, как ориентир направлял. Давид молился и говорил, зри, Господи, на неопасном ли я пути стою, чтобы нам с вами не уклониться. Почему? Потому что, если мы с вами посмотрим на историю израильского народа, мы можем спроектировать историю израильского народа, мы можем спроектировать на лично своё хождение с Богом, на лично свой опыт, на опыт церкви. И мы можем видеть, что, ну, бывали разные времена у народа израильского, и в разных обстоятельствах они были, и Бог им тоже помогал идти тем путём, которым нужно было идти, который благое, который правильный. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 89-й псалом, и я прочитаю 12-й стих. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Казалось бы, ну вот, какая связь вообще с первой половиной стиха и со второй? «Научи нас исчислять дни наши, чтобы нам приобретать сердце мудрое». Что мудрого можно приобрести, исчисляя дни? Я хочу сегодня немножко, чтобы мы с вами вот над чем поразмышляли, что по какой-то причине Бог же определил времена, сроки и пределы на этой земле. Сам Бог, Он Бог вне времени. Но вы помните, что после грехопадения были лета человека, они ограничены. Бог поставил определенную границу для человека здесь, на этой земле. Если мы с вами посмотрим на Иова 14-ю главу, то Иов говорит, жизнь кратковременно и присыщена печалями. Если вы откроете, то у Иова в отношении времени, жизни, у него было свое вот такое определение. Если мы посмотрим на 10-й стих чуть выше, мы посмотрим, что уже было 120 лет, да, Моисей, он умер в 120. А мы здесь видим, что он пишет, что лет наших, 10-й стих, дней лет наших 70, а при большей крепости 80. И самая лучшая их пора – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Знаете, ну вот я не знаю, как вы, но как-то, может это по причине моего возраста, но я верю, что Бог все-таки Духом Святым, Он направляет на какие-то свои откровения, чтобы мы размышляли о них. И то, что говорит Моисей, он говорит, мы летим. И вот нам очень важно определяться, куда же мы летим, и как мы летим. И чтобы наш полет все-таки он совершался в пределах нормы Божьего взгляда, в пределах Божьего слова, в пределах Божьего Духа и Божьего видения. И мы видим, на мой взгляд, Моисей четко понимал, что людям необходимо понимание времени, и что время, оно на самом деле скоротечно. И важно вот этот, в этот период, который отведен каждому из нас, здесь, на этой земле, приобретать вот это мудрое сердце. Зачем приобретать это мудрое сердце? Если мы согласимся с Богом вот в приоритетах, то наша жизнь, она должна быть нацелена на ценности, которые не временные, но которые вечные. И я знаю, что порой это не очень всегда просто. Почему? Очень мало из нас тех, которые, ну, как бы с детства, знаете, выросли в христианской среде, которые имели какой-то навык вот в своей семье христианских ценностей. Очень мало из нас. Мы имели опыт жизни, когда мы жили только материальным. Мало того, я скажу вам, когда Бог нас Духом рождает свыше, это процесс, который происходит, когда наш ум обновляется, когда мы начинаем мало-помалу смотреть вот этим Божьим взглядом на жизнь. И давайте сегодня вот мы рассмотрим этот Божий взгляд, как правильно исчислять эти дни. Потому что на самом деле никто из нас не знает, когда, ну, вот этот предел жизни, он наступит. И у каждого он может быть по-разному. И знаете, то, с чем я сталкиваюсь, я вот иногда я становлюсь участником невольным каких-то рассуждений у неверующих людей. И я вижу, как люди неверующие, они вообще боятся касаться этой темы. Они вообще не хотят. У них панический даже какой-то животный страх в отношении того, что ты говоришь, ну, скоро как бы или там, ну, не говори буквально, не говори. Это такое. Но послушайте, на самом деле, с каждым нашим рождём, вот мы родились, и на самом деле с каждым годом мы празднуем, ну, какое-то завершение. Мы празднуем, ну, что осталось ещё меньше до вот этого какого-то предела. Осталось ещё меньше. И вот подход у людей разный. И некоторые люди, они просто прячут голову в песок. И они не думают о том, что вот этот когда-то предел, вот этот он и день, он настанет. Они не думают. Некоторые думают вот в таком разрезе. Я недавно была свидетелем такого разговора. И говорят, ну, вот после 70 уже можно всё. То есть можно пить, можно там, ну, можно всё. Можно идти по беспределу. Почему? Ну, потому что это уже такой, они думают, что 70. Где-то отчасти может быть это и так, потому что Библия говорит, что 70. Ну, говорит, уже после 70 можно, потому что уже всё. Да, нечего типа беречь. Некоторые так рассуждают. Некоторые думают, поскольку живём один раз, будем жить по полной и будем пробовать всё. Под небом мучительно. Да, за бесцельно прожитые годы. Некоторые думают примерно так. И они оправдывают. На самом деле для многих людей это есть и оправдание. Они говорят, ну, один раз живём, поэтому будем жить как хотим. И смотрите, я недавно прочитала где-то такое высказание. Люди думают, что время придёт. Да, вот там, ну, придёт время. А на самом деле время уходит. Вот некоторые ожидают, вот там что-то я начну делать или что-то я закончу делать. Вот придёт это время. Но на самом деле это время, оно уходит. И такой молитвы, как сегодня, её больше не будет. И такого дня, как сегодня, его больше не будет на самом деле. И что мы видим в Слове Божьем? Откройте вместе со мной Деяние, 17 главу, 26. Это известное местописание, где мы тоже можем видеть с вами о времени, как Бог смотрит. И мы можем утвердиться, что это действительно Бог положил пределы времени и пределы обитания, 26-27 стих. От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог определил время и место и пределы жизни для каждого из нас. Мы живём там, где мы должны жить. Слава Богу, что мы нашли Его, потому что главная цель для каждого человека — это найти Бога. И Он говорит, Он недалеко от всех. И все люди знают, что однажды они подойдут вот к этой черте. Однажды эта черта, ну, как бы она подойдёт. И у нас с вами, ну, вот, должен быть, как бы этот подход мудрым. И Бог повелевает относиться к каждому дню жизни правильно. Вот чтобы с каждым днём, который уходит, чтобы с каждым днём мы приобретали это сердце мудрое. Откройте Эфесянам 5 главу. Мы прочитаем с 15 по 17 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Посмотрите, что апостол Павел, он говорит здесь, в этом послании к Эфесянам, что он говорит о времени. Есть пределы времени для каждого, кто живёт на этой земле. И мы говорили с пастырями, ну, перед тем имели общение. И я говорила, что, наверное, если бы для Бога было важно вот наша внешняя, ну, вот наша вот такая внешняя физическая жизнь, никакой бы проблемы ему не было сделать эту жизнь бесконечной, чтобы мы жили. Но почему-то для физической, для жизни здесь, на этой земле, Бог положил пределы. Он определил это время. Есть эти пределы, и есть это время. И что говорит апостол Павел? Каждому дню нам нужно относиться как к ценности. Я понимаю, что мы с вами живём во время, как в каждое время. Оно суетно, оно полно каждый день, он полон своих забот, он каждый день полон каких-то планов. Мы какие-то планы строим, мы хотим чего-то достигать, мы… Но вот в этом всём, в наших планах, в наших достижениях, в нашем подходе к каждому дню мы должны с вами научиться молиться о том, чтобы Бог давал нам благодать, чтобы каждому дню относиться как к ценности. Каждый день. Потому что вот у меня не будет уже завтрашнего дня. Завтрашнего дня у меня не будет. И если к этому дню, вчерашнего, если ко вчерашнему дню я не подошла с точки зрения Божьей мудрости, с точки зрения Божьего понимания, то это время может или уйти, и дни летят, и оно ушло, или если же при Божьей благодати, при Божьей поддержке мы научимся смотреть и подходить к каждому дню, Богом данному, как ценности, мы что-то с вами будем приобретать. И мы узнаем с вами к концу этого слова, что мы будем с вами, что же Бог имеет в виду, что мы приобретаем. Смотрите, каждый день Он полон вызовов. Каждый день. Почему? Мы люди с рожденным Духом, имеющим душу и живущими во плоти. И у нас много, каждый день полон своих вызовов. Вот почему апостол Павел говорит «Будьте осторожны! Подходите каждому дню осторожно!» Потому что для кого-то этот день, он может быть последним. Я ехала, и вчера мы смотрели фотографии с моей сестрой, и я увидела церковные фотографии. И я увидела, знаете, как время летит, то, о чем говорил Моисей, как время летит. Я увидела сына нашего администратора, маленького, ушастого, сидящего, не стоящего за клавишами, потому что ему, ну, он еще не доставал. Он сидит за клавишами, маленький, и играет на клавишах. Мы в прошлом месяце женили его. Понимаете? и для меня вот это время летит. Оно реально. Я ехала сегодня, я увидела фотографии церковные, я увидела у нас, была лидер украинского хора. Мы в воскресенье проводим для детей из социальной службы рождественские празднования, дарим подарки, свидетельствуем о Христе. Вечером она в 9 часов приходит домой, а на следующий день в 5 часов вечера три раза крикнуву Иисус, она уходит. Никто из нас мы не знаем, когда наступит этот онный день и когда будет этот предел. Призыв, то, что мы можем здесь увидеть, что апостол Павел говорит, дорожите временем, дорожите временем, потому что дни лукавы. Каждый апостол Павел призывает нас увидеть вот эту ценность времени. Он призывает нас увидеть ценность времени и не быть неразумными, не быть людьми, которые ну каждый день, ну вот он есть и завтра будет так же, и поэтому у нас еще на что-то может быть хватит времени. выкупайте время, пастыр Игорь подсказывает, что в греческом написано, что мы имеем, что мы можем это время выкупать, дорожить ним, выкупать его. Почему? Дни лукавы. И нужно быть рассудительными. при всем водовороте, при всех наших обязанностях, как жен, как мужей, как служителей, как родителей, как сотрудников на работе, как студентов, как, может быть, друзей, с кем-то мы дружим. Нам нужно во всем этом увидеть ценность времени с точки зрения Бога. Ценность времени с точки зрения того, что Бог говорит. и чтобы к чему Он нас призывает, чтобы каждый день мы познавали Его волю. Другими словами, апостол Павел призывает, чтобы мы посмотрели на жизнь как на то, что с одной стороны на время, которое не будет постоянным, есть предел времени жизни, оно течет, но чтобы мы с другой стороны посмотрели на время как на возможность, что каждый день в любых обстоятельствах, каждый день Он может стать для нас через приобретение мудрого сердца, через приобретение вот этой способности исчислять наши дни, каждый день Он может стать для нас днем возможностей. Бог предоставляет нам возможность выкупать вот это время, выкупать его, может быть днем возможностей. Откройте 2 Коринфянам 4 главу 16 стиха. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Смотрите, что открывает это местописание. Оно открывает на самом деле, что Бог для нас сделал особую уникальность вот такую. Особую уникальность Он дал нам величайшее сокровище, которое мы можем приобретать в каждом дне. Если мы увидим в этом дне, как мы можем собирать это и такой возможности и способности не иметь ни один человек, кроме тех, кто искуплен драгоценную кровью Иисуса Христа. Смотрите, мы наверняка знаем вот это местописание, особенно тем, кто после 50, для некоторых это как обетование, что если внешний наш человек ветшает, то внутренний обновляется день от дня, но это не происходит автоматически, нам сегодня что-то надо в этом месте, не просто его брать, это местописание как исповедание, нам надо с рассудительностью подойти к нему. Да, внешний человек ветшает, то есть, ну вот, что Бог делает? Он дает нам обетование, что при всех необратимых процессах внешних в нашем человеке у нас есть привилегия вот этого внутреннего обновления, приспособности, если мы, я точно знаю, что есть некоторые, которые говорят, я на себя уже не хочу смотреть в зеркало. Почему? Ну, потому что все менее как бы привлекательного, все истлевает, ветшание, оно, ну, имеет место быть, и оно непривлекательное, скажем так, но есть другое зеркало, в которое мы можем с вами смотреть, и это зеркало является Слово Божье, этим зеркалом является для нас Христос и Его слава, и у нас есть эта привилегия, когда мы научимся, во-первых, в понимании времени, во-вторых, подходить к нему мудро, и если у нас будет навык смотреть туда, куда нужно смотреть, так и каждый день он станет для нас этим днем приобретения. Нам нужно учиться смотреть на сегодняшние дни через призму вечности, на все, что к нам приходит каждый день. Нам нужно стараться смотреть с точки зрения невидимых вещей, не то, что мы видим, не тех обстоятельств, которые приходят, но с точки зрения, подходить к ним с точки зрения невидимого. У меня есть свекровь, ей 83 года, и она живет с младшим сыном своим и с невесткой, и они неверующие. И среднестатистически, как неверующие, они где-то не совсем плохие. Она уже плохо, она временами уже не может не иметь сил себе готовить, и все, и знаете, такая вот какая-то возрастная хандра приходит, и мы с мужем и кушать готовим, и ездим, и созваниваемся каждый день. И она мне однажды говорит, вот буквально на днях она говорит, ну шо ж таки, ну хоть бы у тебя молодшая новистка, ну хоть бы раз в три дни земною заговорила. И в таком каком-то расстройстве, и я верю, что Бог дал мне мудрость, и я говорю ей, мам, но если мы с вами все-таки будем смотреть на себя, как на верующих людей, но от того, что вы любите меня, а я люблю вас, нам нет с вами от этого никакой награды. Вы любите меня, я люблю вас, мы о вас заботимся, вы о нас хорошо говорите, я точно знаю, что вы о нас молитесь, но награды вам нет за это. Почему? Потому что написано, что если вы любите тех, кто вас любит, так же язычники поступают, и вам с этого нет никакой пользы. И я говорю, возможно, поскольку вы уже мало двигаетесь, вы не можете какую-то пользу принести для церкви, знаете, вот так вот, видимо, как мы привыкли в служении, но я верю, что Бог допустил вот эту ситуацию, из которой вы не можете сами выйти, вы живете с людьми, вроде родными людьми, но которые относятся к вам так, как от них относятся, и вы ничего не можете поменять. И это по одной причине. Бог дает вам возможность приобрести сокровище, чтобы вы любили, благословляли, покрывали, благотворили, и ничего не ожидали, к тем, кто к вам относится. Я однажды села с ней говорить, с этой невесткой, причем очень тихо, очень спокойно, чтобы не навредить. И я говорю, ребята, мама уже не может сама готовить, мы живем за городом, мы не каждый раз можем приехать. Пожалуйста, имейте в виду, что если вы готовите, если вы там что-то себе готовили острое, приготовьте не острое. Ну, подумайте, имейте в виду, что возле вас человек, который нуждается в вашем обеспечении. И эта невестка, она даже не смущает говорить, я не даю, а вот толик дое. Понимаете, у этого человека даже понимания нет, что она живет на территории своей крови, наследство ей достанется, о котором она не зарабатывала. Но вот что я понимаю сегодня, она и не может этого видеть, она и не может увидеть эту возможность вот этого времени и вот этих отношений, она не может увидеть как приобретение. А почему? Ей Богом не дана эта способность. Поэтому я говорю свекрови, а вам посмотрите, как Бог заботится о вас, что Бог поместил вас в обстоятельства или обстоятельства поместил к вам, которые вы не можете, вы не можете от них убежать, вы не можете пока их никак исправить, но он дает с одной целью, чтобы вы приобретали сокровище нетленное на небесах. И вот что я думаю, братья и сестры, что знаете, вот это мы возьмем весь мир для Бога, нам нужно с вами масштаб сузить ровно настолько, насколько зона нашего влияния, вот насколько, с кем мы живем, с кем мы служим, с кем мы учимся, с кем мы соприкасаемся, вот это есть зона нашего влияния. И мало того, мы очень часто хотим быть как язычники, нам всем приятно находиться в атмосфере тех, кто любит нас. Ну, но нам нужно сегодня согласиться с Богом, нам нужно сегодня молиться, чтобы Он дал нам эту благодать, потому что у него есть более, это его воля, она благая, угодная, и она совершенная. Поэтому Слово Божье мы же не можем с вами изменить, и Бог хочет, чтобы мы искали плода в жизнь вечную. Поэтому, ну, когда я сказала, что Бог, ну, Он плода ищет, она говорит, да не, я, когда заглядаю в свою душу, я люблю ее. Я говорю, вот это правильно, вот это правильно, вот это так и должно быть. Посмотрите, каждый день наша жизнь становится короче, каждый день, и сил меньше, я земная, да, сил меньше, видимая вот эта жизнь, сил становится меньше, каких-то, ну, желаний таких, знаете, грандиозных планов тоже, наверное, становится меньше, но вот в таком состоянии Бог дает возможность для внутреннего обновления. Посмотрите, какая привилегия невероятная. Посмотрите, как он каждый раз, он просто руководит и направляет нас на то, чтобы сбить наш фокус вот с вот этого земного, чтобы мы таки поднимали наши очи горам, наши очи на Господа. Вот это понимание Бога и согласиться с ним, увидеть ценность в любых обстоятельствах, что мы можем что-то приобретать, то даже в обстоятельствах страданий, в обстоятельствах сложных, неприятных, в которых нам бы никому не хотелось быть, то даже в этих обстоятельствах взгляд на вечность, она помогает нам не падать духом. Апостол Павел говорит, не унываем, не унываем, не унываем. Наш правильный взгляд на время и обстоятельства должен привести, вот пастор Вячеслав прочитал снова русского перевода, когда мы общались, полновесную славу, которая многократно превышает страдания. Конечно же, жить человеком перевешивает страдания. Конечно же, жить человеком, который живет на твоей территории. Просто давайте себя окунем, да, вот у меня такой наглядный пример. Человек живет на твоей территории, в твоей квартире, ты пожилой человек, и человек никогда не интересуется, как ты себя чувствуешь, а может вам подать воды, а может быть, конечно же, ну это, это неприятно, ну как в этом, ну что сказать, это, я радуюсь, нет, можно сказать, я радуюсь, тогда, когда произошла вот это глубокое, внутреннее, божественное преображение. Нельзя эту, ну, это будет лицемерием, если даже натянуть улыбку и сказать, нет, нет, все добре, а внутри себя ты будешь знать, як воно добре и наскільки воно добре, но вот правильный взгляд и правильное отношение ко времени и к обстоятельствам, и я, я знаю свою жизнь, я знаю, в чем я живу, я знаю, в чем живет, живут люди в церкви, в которой я служу, никто сам не хочет входить в эти сложные обстоятельства. Никто, вот кто, даже отдыхая, есть некие вопросы, даже с Нового года никто не планировал, что будут какие-то такие сложные обстоятельства. Тут вообще две недели просто весь ад подымается. То есть мы не вызываем этот огонь на себя, но вот в чем вопрос. Если мы научимся смотреть на все эти обстоятельства с точки зрения Бога, Его воли, что и правильного отношения ко времени, что это есть для меня возможность, мы будем приобретать. Мы не будем даже при всем при том, что время уходит, мы не будем вот в этом состоянии потери, в этом состоянии какой-то, ну знаете, безысходности, ограниченности. ограниченности. Поэтому поймите меня правильно, я ну я не за то, чтобы искать страданий. Я за то, я верю в Божье исцеление. Я верю, но в моей жизни есть практика, когда я вижу люди, они серьезно ну ограничены в своем теле. Они ограничены. Из-за них и я молилась, и церковь молилась, и другие возлагали руки. И не приходят эти перемены. Но вот в чем вопрос. Во внутрь, если правильный взгляд даже в ограниченном теле, в ограниченном теле, в неполноценном может быть каком-то его состоянии, если научиться смотреть Божьим взглядом, можно обогащаться. Можно обогащаться. И этой привилегии не дано никому, кроме тех, которые Христовы. Никому не дано этой привилегии. Поэтому есть время страданий, и наши правильные отношения в эти периоды жизни могут быть бесценным временем, если мы поверим, что это время для приобретения вечного, для приобретения вот этой полновесной славы, полновесной. Ну вот представьте себе, если мы можем взирать на славу Христа и преображаться в полновесную. Вот это не так. Я покупаю сахар в сельпо на развес и ловлю себя на мысли, что на самом деле нас обманывают. Почему? Сахар влажный и сахара там на самом деле меньше, чем его должно быть. Там вода, но вот о той славе небесной, которая нам предназначена, неразбавленная, она, ты не разбавишь ее, она густая, она полновесная. Эти обстоятельства для обновления нашей внутренней сущности. Спасибо большое всем, кто в прошлую молитву молился за меня, за исцеление, за... Знаете, вот я не знаю почему, но вот у меня такие обстоятельства, в которых я не могу ни ходить, ни говорить, ни думать. Когда меня привезли в больницу, я говорю, вы извините меня, пожалуйста, я плохо думаю. и людям, которые я десять дней там была, и людям, которые там были, я свидетельствовала о Христе, я говорила им, что значит покаяние, и вот в один из дней, и знаете, вот для нас, пастырей, сталкиваться с неверующими людьми, это такое, ну, всегда какое-то новое, почему, мы не так часто с неверующими, потому что мы больше молимся, пребываем в слове, в молитве, и вот вы знаете, для меня это еще и еще основание невероятной благодарности, я рассыпаюсь перед Богом каждый раз, когда я соприкасаюсь с людьми, в этот раз со мной лежали очень умные люди, одна женщина, она в колледже, в приемной комиссии, она, у нее 280 стихов, поэм, романсов, нею написанных, она цитирует это, она знает, она культурологию преподает и все, но вы знаете, ужас в чем, что во все это Христу некуда вместиться и при всем при том, что жизнь разорвана, знаете, вот как судьбу гранату вложили и дернули за чеку, а Христу, а Христос не вмещается, все занято собой, своим творчеством, своим пониманием жизни, своим пониманием Бога, Евангелия, и знаете, когда я нащупываю, думаю, где, где, где вот эта точка, я разговариваю с ней, где эта точка, и я дохожу до точки, а Христос вот в истине, в таком понимании, как Он есть, в юродстве проповеди, Он ей не нужен, она себе нарисовала сама, что Бог ее любит от начала, и Он ее бережет, и она с Богом, и ваш Христос, который умер и воскрес, и вам нужно покаяться в грехах, ей просто не нужен. Свой, и вы знаете, люди старше меня по возрасту, и вот однажды, ну, когда одной женщине я свидетельствовала о своей жизни, и когда я говорила, я знала, что Бог к ней проговаривает через это свидетельство, и она мне говорит, ну, вы удивительно светлый человек, ну, что же вы здесь делаете вместе со мной? я говорю, честно, я не знаю, что я здесь с вами делаю. Может быть, для того, чтобы вы от меня услышали об Иисусе, может быть, для того, чтобы вот это семя в вас было посеяно, но я точно знаю, я не такая, как вы. Я абсолютно счастливый человек, потому что внешне я с вами в одних обстоятельствах, но внутренне мы с вами в разных обстоятельствах и в разном положении. абсолютно почему моя жизнь в его руке, потому что я не сетую, потому что даже находясь вот утром, у меня через четыре дня венчание, а я думаю, хоть бы выговорить вообще фамилию свою, как меня зовут. И что делает Бог? Он поднимает пастыря Галю, он на звонит, а я говорю, вот это я лежу и не знаю, что мне делать. И она бегом закрутила всё, и я через четыре дня была воином Иисуса Христа, свидетельствовала на свадьбе, на сочетании, на завете. Понимаете, сегодня бы я ей сказала, послушайте, что я здесь делаю? Я приобретаю вечную славу. Вот здесь, свидетельствуя вам, не вампиря вас, а служа вам, являя вам Христа, свидетельствую, несмотря, первое, я захожу, а мне говорят, вот это капитан нашего корабля, руководитель нашей жизни. Я говорю, извините, пожалуйста, у меня другой руководитель жизни. У меня, ну, хватило отбить, понимаете, нам сразу поступает, да, грешное руководство и какие-то предложения. Поэтому, если мы посмотрим с вами 1 Коринфянам 3 глава, еще одно, прочитаем одно место, 6 стих, 3 глава, 1 Коринфянам 3 глава, 17, нет, 2 Коринфянам, я прошу прощения, 17-18, Господь есть Духа, а где Дух Господень, там свободно. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, да, мое тело, оно может, и оно будет, и нам надо согласиться с этим, что оно ветшает, и срок его эксплуатации ограничен. И, как сказали на прошлой молитве, что я была ТО 1, ТО 2, ТО 3, я не знаю, сколько этих ТО будет, но день онный, это не отменит. Это не отменит. Поэтому вот то, что говорит Бог здесь, Он говорит, что через жертву Христа Он сделал нас служителями Нового Завета. То есть, способными, мы способны, благодаря жертве Христа, смотреть на Его славу, смотреть на Его жизнь, смотреть на Его обетование. Мы с Ним одного Духа и преображаться. Если мы на Него взираем, то каждый день можно делать Днем Преображение в Его славу. Но знаете, может быть, не всегда будет День Преображения, но хотя бы мы адекватно начнем к каждому дню относиться. Вот я недавно, буквально несколько дней назад, я точно знаю, что у меня было поражение. У меня была возможность приобрести славу, но у меня немножко, где-то взгляд свой я не на славу Христа возносила. Где-то я оказалась слаба в этот момент, и этот день был в духовном плане для меня Днем Поражения. Я не приобрела. Может быть, что-то, ну где-то, но я точно имею одно свидетельство, что в этот день вот я точно не приобрела. Обновление, о котором говорит апостол Павел, это когда наши реакции в любых обстоятельствах все более и более отражают в нас Христа. В любых обстоятельствах все более и более. И я размышляла, когда у меня произошла эта ситуация, знаете, я размышляла и думаю, ну что мне, как мне в этой ситуации надо было поступить. Это уже хорошо, что ты размышляешь, что ты анализируешь, что ты, ну, не просто проехал и пролетел этот день. Братья и сестры, нам нужно сегодня вот позволить Божьей благодати открыть нам эту мудрость, утвердить нас вот этой божественной мудрости. Да, есть процессы, которые неизбежны. Да, с каждым днем мы все ближе и ближе с вами к этому Дню Онному. Да, каждый день у нас с вами морщин будет больше. Да, одна сестра, она недавно у нас в церкви, вторая сестра ей показывает мою фотографию, ну, наверное, 14 лет давности, может, 15. И та с такой искренней, говорит, пастырь, это вы? Я поняла, да, думать о себе надо скромно. То есть, все, есть некоторые, которые удивляются, процессы, изменения внешнего, они очень явные. Спасибо, если узнают. Но меня, но, есть те, и я благодарю Бога за тех, кто видит меня и видит во мне внутреннее обновление, видит во мне эти внутренние перемены, и кто говорит, пастырь, это вы? У вас реакции другие. Вот это меня впечатляет больше. Вот это мне нравится больше. чем то, что мне сказали, да я и без вас, любимая, знаю. У меня два больших зеркала дома. И у меня весы есть. У вас, регали весы есть. Поэтому для человека, понимающего духовные принципы жизни, каждый день это повод к обновлению, это возможность для обновления. Смотрите, я во внешнем ничего не могу. И Библия говорит, росту прибавить не могу, что переживания, там, локоть, волосы сосчитать не могу, ну, мало чего я внешне могу. Смотрите, я могу красить волосы, но процесс старения, я не остановлю его. Он будет, он будет происходить, и мы не изменим это. Мы можем принимать какие-то слава Богу за тех, кто сегодня, ну, в Божьей благодати вы стоите, Бог дал вам какое-то исцеление. Я не знаю. У меня, наверное, маленькая вера. Я сегодня принимаю для поддержания внешнего человека определенные поддерживающие препараты, но и они не остановят процесс подхода моего к дню оному. Они не остановят, но каждый день, даже принимая эти препараты, использовать этот день на приобретение вот этой весомой, полновесной славы, небесной, написано иная слава, иная слава небесная, а иная слава земная. Каждый день Бог дает любящий, всемогущий, Он дает нам эту возможность преображаться в Его славу, преображать наши души. Каждый день наполнен какими-то событиями. Каждый день абсолютно. И в этих событиях процесс преображения должен иметь место. Банальные. Банальные. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду что говорим, как отреагировали, о чем думаем, куда мысли они поскакали наши. прочитала. Прочитала недавно собраны письма одного брата, который жил в 17 веке в Англии, брат Лоуренс, который превратил всю свою жизнь ежеминутно в жизнь поклонения Богу. Все, он был поваром, работал поваром где-то у каких-то людей, и он говорит, все, что я, все, что я делал, я молился и старался, чтобы это было как для него. Если у меня не получалось, и я все время свои мысли, говорит, и прошел какой-то определенный период времени, когда я приучил свои мысли все время думать о моем спасителе, о моем искупителе. каждую секунду понимать, что для него живу, для него что-то делаю или чего-то не делаю. Какой смысл радостной вести? Что искупление сделало для верующих? Оно дало возможность преображаться каждый день, приобретать вот эту славу небес. Для всех неверующих людей вот эта видимая жизнь, вот это то, что единственно ценно. Я знакома с людьми, которые говорят, вот для меня все, вот Киев для меня, вот я выйду, увижу людей, посижу в кафе, и вот для меня, вот эта радость для меня. Я смотрю на это, я слушаю это, думаю, катастрофа. А если этого нет? А если выйти в кафе не сможешь? А если денег не будет? А если пойдешь в кафе, а тебе там на ногу наступят? Где, в чем, в чем? Посмотрите, творец жизни положил пределы, но это время, вот в этом пределе не положено, оно должно стать для нас ценностью. Он положил эти пределы, и если мы поймем, вот в чем ценность каждого дня, и начнем собирать вот эти ценности, нам нужно верить, что поступая так, мы действительно приобретаем вот это внутреннее обновление, внутреннее, которое ценно по Божьему критерию ценностей. что вот нам нужно сегодня помолиться, чтобы Бог дал нам благодать согласиться с Ним в отношении вот правильного понимания каких-то сложных обстоятельств, каких-то страданий. Я смотрю по своей практике жизни, я смотрю христиане, они научились ну просто виртуозно убегать из обстоятельств, вот приходят сложные обстоятельства, петлять, что мы хотим в первую очередь? Господи, чтобы скорее это закончилось. Но так или нет? А не будет этого да, вот, разрушаем, противостоим, но чтобы вот это, чтобы мыслить о том, что Господи, в этих обстоятельствах, что ты мне, как мне, дай мне увидеть, дай мне увидеть вот эту ценность, дай мне не пройти мимо этого, дай мне, пожалуйста, покори мои реакции, покори мои мысли, покори мои желания сейчас, вот в этом покори мои желания тебе. Виртуозно я объясню Богу, как, что, зачем и почему, и чур меня чур, сказала пастырь Галя. Понимаете? А вот мудрое сердце, оно утихает перед Богом. Может, и поначалу и не тихое, но потом со временем утихает и говорит, Господи, ну пусть не моя воля, а Твоя да будет в этих обстоятельствах. Не моя, но Твоя. Нам нужно согласиться с тем, что Бог допускает в нашей жизни и сложные обстоятельства, и трудные обстоятельства, и что именно в этих обстоятельствах Он формирует нас, Он формирует наш характер, Он дает нам приобретать вот эти ценности, вообще увидеть эти ценности. Наши желания, реакции, убеждения, они поворачиваются в сторону вот этой вечной славы. Когда мы начинаем думать по-другому, когда мы начинаем видеть жизнь вот в этом Божьем разрезе, я хожу к мастеру маникюра, и я потихоньку, потихоньку, потихоньку капаю. И вот в этот раз я ей рассказала о своей жизни. Она мне рассказала о своей дочери, о взаимоотношениях с молодым человеком. И я говорю, послушайте, вот не научены сегодня. Молодые люди не научены жертвовать, не научены искать пользы, плода другого, не научены. Каждый ищет какого-то своего интереса. А уж такая глубокая материя и высокая о том, что в отношениях с мужем каждому дана вот эта привилегия приобрести более что-то ценное, потому что все, что не происходит в нашей жизни мы должны видеть с вами через вот эту конечную цель. А конечная цель Бог должен быть прославлен. И эта слава, она не может не иметь отражения в нас. Она не может, потому что это Бог так предопределил. Что нужно отметить? Дух Божий говорит, что страдания вот в сравнении с Божьей славой, они легкие и вот они легкие, они кратковременные, а слава, она огромная, она избыточествующая, она безмерная. Ну посмотрите, каждый у нас, каждый из нас, вот в чем бы, может быть, мы находимся, или может быть, завтра какое-то обстоятельство придет, то то, что должно позволить нашему Духу ободриться и не уныть, и не опуститься. Помните 72-й Псалом? Псалом 5-й говорит, а я чуть не поскользнулись ноги мои. Почему? Потому что я стал завидовать безбожникам. Почему? Потому что безбожники не ходят на работу, потому что и горя у них нет, они не работают, у них много денег, у них жизнь в шоколаде, они жируют. Говорит, больше того, я смотрю, что даже и народ твой, он идет туда же. И я чуть не поскользнусь от этого. Это скользкий путь. Убегать от обстоятельств, из обстоятельств нужно выходить только Божьим путем. Только Божьим путем. Только приобретая вот эту весомую полновесную его славу. Каждое наше страдание, в котором мы позволяем Христу царствовать, каждая боль, в котором мы позволяем ему господствовать, мы с ним это проходим. Каждая потеря, на которую мы отреагировали Христом, а мы можем терять. И я это знаю. Все это производит в нас то, что мы возьмем с собой в вечность. И я понимаю, что сразу, когда вот мы в этом водовороте, но Бог, он, знаете, он не отпускает. Он работает, он там через того скажет, он там духом поведет, он там проговорит. Представьте, говорит, скажу, однажды услышишь дважды. Какая забота и какое попечение? Почему? Хочет раздать свою славу. Хочет, чтобы мы увидели и начали приобретать это. Хочет, чтобы мы не были легкими ветром носимыми. Хочет, чтобы мы были устоявшимися, укорененными, были такими, что какой бы ветер не пришел, но вот эта полновесная слава, она не даст ни влево, ни вправо уже от приобретенных каких-то навыков во Христе. Это слово должно нам помочь довериться Богу. Он способен все обращать во благо. Он способен и он делает это. Посмотрите, как он позаботился о нас. Говорит, да, вы будете жить и проживете, может, кто-то из неверующих проживет и дольше вас. Не в этом суть. Суть в том, как вы относитесь к каждому дню как к возможности. Вы относитесь к нему и вы смотрите на этот день как через призму духовных ценностей, через призму вечной жизни, или вы будете смотреть так же, как смотрят простые обыкновенные люди. Он все держит в своей руке и он допускает эти сложности, чтобы внутренний человек наш обновлялся и чтобы ценности неба, они, знаете, как сокровищница складывались, складывались, складывались и у Иова написано мы уйдем как снопы созревшие. Мы не просто будем что-то взошло и непонятно это плевело или это зерно. Вот Божий взгляд и Божье желание, чтобы вот эта наполненность, чтобы вот эта жизнь Христа, чтобы настолько вот наше вот это умоление, чтобы настолько мы вот это свое были, был у нас навык оставлять это свое в каждом дне и искать вот этого Божьего. И это не путь потери, это путь приобретения. Та точка нашего зрения на проблему, на жизнь, на обстоятельства, на решение, которое мы принимаем, должна исходить не из временных ценностей, но толку из того, что в конфликте с мужем или на работе горлом взяли и настояли на свое. дом построили и развелись. Да, дом построили, постригали, говорит, и развелись. Поэтому, делая выбор в пользу вечности, состояние уныния будет все меньше и меньше. И от того, что ветшает внешний человек, и от того, что где-то нам, ну, где-то, ну, вот нас застигли обстоятельства, и мы в них вроде бы как и проиграли, но если мы цель ставили на небесной славе, то мы не проиграли, а мы приобрели. и уныния не будет, и вот взгляд на страдания, правильный взгляд, на страдания он сделает легкими. Они не будут такими, они не будут такими тяжелыми. Давайте встанем и мы начнем молиться. Первое, что я хочу, я знаю, что мы без Божьей благодати этого не сможем сделать. Мы церковью сейчас в книге деяний, мы исследуем Писание, и когда я смотрю на подвиг Стефана, но он не смог бы без благодати, когда страшная физическая боль, тебя убивают, убивают камнями, и ты это знаешь, и он переживает страшные, мучительные боли, и при этом он повторяет в точности слова Христа на кресте во время распятия. Господи, в руки Твои предают Дух мой, и прости им, не вмини им того, что они делают. Понимаете? Поэтому я точно знаю, что без благодати он не мог бы этого сказать, и мы без благодати с вами, мы не сможем это, но она нам нужна на каждый день, и давайте будем просить и молиться, потому что он даятель, он даятель, и у него это есть. Отец во имя Иисуса, мы стоим сегодня пред Тобою, Господи, и мы просим у Тебя благодати, чтобы нам вообще осознавать время с точки зрения духовности, с точки зрения Твоего взгляда. Мы нуждаемся в том, Господи, чтобы нам, мы молимся сегодня, как молился Моисей, Господи, научи нас исчислять дни. Приходит каждый день, сегодня есть этот день, сегодня в этом дне у Тебя для каждого была эта возможность и есть, и может быть еще будет. Я прошу Тебя, дай нам этот правильный взгляд на время, дай нам этот правильный взгляд на всю нашу жизнь, дай нам этот правильный взгляд, чтобы мы смотрели на Него не с точки зрения плоти, не с точки зрения временного, но с точки зрения Твоей вечной вечной славы. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты открывал нам глаза на ценность времени. Ты определил здесь время как ценность, Господи, как ценность. Я прошу Тебя, дай нам Господь этот правильный взгляд. Изливай эту благодать Господь сегодня на церковь Твою. Даже если мы находимся в каких-то трудных обстоятельствах, но если мы будем правильно понимать время, то оно нам будет не бесцельно. Это время будет не бесцельно. Это время будет не пустое. Это время будет временем приобретения для нас. Отец, мы нуждаемся сегодня. мы приходим как церковь, как тело Твое к престолу милости и благодати. И мы ожидаем от Тебя, ожидаем от Тебя этой благовременной помощи. На это время благовременной помощи. Пусть изливается Твоя благодать. Твоя благодать для каждой церкви. Твоя благодать для каждого брата и для каждой сестры. чтобы мы понимали, чтобы мы осознавали эту ценность. Господь, мы нуждаемся в этом во имя Иисуса. Мы нуждаемся в этом во имя Иисуса. И все доскажут Аминь. Я также хочу, чтобы, знаете, вот, когда Дух Святой, Он дает нам вот эти знаки, вот это чувствование, вот это водительство, это беспроигрышный, это вот, это беспроигрыша. Вот, чтобы Бог дал нам благодать, быть разумными и дорожить каждым днем. Вот, представьте себе, можно смотреть, вот, когда, можно смотреть на какое-то обстоятельство и не видеть вообще в нем ничего. если смотреть физическими глазами на смерть Стефана, что вообще полезного можно было увидеть там, что ценного можно было увидеть. Ну, смерть ужасная, преждевременная, никому не приносящая пользы, потому что злые люди, фанатичные, растерзали и уничтожили жизнь. Но если посмотреть на это с точки зрения Божьей воли, с точки зрения вечности, написано в одном из переводов, что это речь Стефана, это было одно из последних таких, знаете, взываний Бога к иудеям, чтобы они покорились Христу, чтобы они увидели во Христе Мессию, а они побили, как и побивали камнями. там был Павел, конечно, конечно, Павел был, передача, конечно, но давайте сегодня будем молиться в каждом дне, чтобы Бог дал нам разумно каждому дню подходить. Отец, во имя Иисуса, мы идем сегодня, Господи, мы идем сегодня пред Тобою, и мы нуждаемся в Тебе, помоги нам, Господи, чтобы не осуетило сердце наше. Помоги нам, Господи, чтобы вот эти вызовы, вот эти заботы, которых достаточно в каждом дне, чтобы сквозь это и через это нам увидеть, Господи, быть разумными, чтобы дорожить каждым днем, чтобы дорожить этим днем, чтобы видеть в этом дне привилегию, чтобы позволять Тебе, склоняясь пред Тобою, смиряясь пред Тобою, дорожа Тобою, Господи, веря в то, что действительно есть для нас жизнь вечная, и что есть вечные ценности, помоги нам, Господи, дорожить каждым днем во имя Иисуса, и все доскажут Аминь. Давайте помолимся, чтобы вот Господь, Он помог нам принимать сложные обстоятельства, вот понимаете, не убегать, но и принимать их, но и принимать их. Я знаю, как хочется убежать из них, я знаю, как хочется продиктовать Богу, как Ему нужно в этих обстоятельствах поступить, я знаю, как, как оправдывая себя, ну, знаете, это как маленький ребенок, когда-то пастор Саша Дзюба рассказывал такой пример, как его дочка, разбросав игрушки, уговаривала его очень умными словами вместо нее собрать игрушки в коробку обратно, и она говорит, и он привел такой пример, он говорит, иногда мы вот точно так же хотим рассказать Богу, как Ему нашу жизнь надо привести в порядок и сложить наши игрушки, которыми мы играемся, вот правильно, правильно принимать обстоятельства, правильно видеть, вы согласны со мной, что без Божьей благодати мы не можем увидеть это правильно, мы не можем принять, как пастор реально говорит, вон, во имя Иисуса, это дьявол, я не принимаю, ну, что ты не принимаешь, но уже есть, уже как-то надо с Богом просто уже понять, что ты в этих обстоятельствах и уже с Богом как-то из них выходить, но знать, что есть привилегия приобретения весомой Божьей славы, аминь, отец во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господи, сегодня за всю церковь, я умоляю Тебя, Господи, помоги нам, пожалуйста, помоги нам, пожалуйста, помоги нам принимать обстоятельства, есть обстоятельства, которые мы не можем изменить, есть обстоятельства, Господь, которые допущены Тобою, но мы не хотим их принимать, и мы начинаем бороться, и мы начинаем неправильно видеть через сегодняшнюю боль, через сегодняшнее неудобство, через сегодняшнее лишение, Но я умоляю Тебя, дай нам принимать эти обстоятельства через призму взгляда вечности, через призму взгляда того, что в этих обстоятельствах мы можем приобретать, что эти обстоятельства — это есть временем возможности приобретения Твоей славы. Кому-то сегодня Бог подвигает, кого-то надо простить. Кого-то Бог сегодня подвигает, может быть, кого-то надо отпустить. Может быть, кого-то Бог сегодня подвигает к тому, что надо согласиться с тем, что реакции и мысли до сегодняшнего дня, они были неправильные. Они шли вразрез с пониманием Бога, с Его славой, с Его намерениями, с Его волей. И Он сегодня подвигает нас принять эти сложные обстоятельства. Давайте сейчас будем молиться. Наверняка вы знаете людей, которые сегодня находятся в проблеме. И эта проблема, она не решается по одной причине. Потому что те пути, которые они выбрали, это не есть Божьи пути. Что все бы прекратилось уже давно, и они могут выйти во славе. Но по причине того, что они ищут своего. Но они не ищут того, что Божьего. Поэтому они не выходят. Отец, во имя Иисуса, я умоляю тебя сегодня. И мы сегодня покрываем в этой молитве. И просим, чтобы сила Духа Святого, она прикоснулась к тем людям, которые находятся в сложных обстоятельствах, но которые не выбирают путь твоей славы. Но которые смотрят на временные. Но которые в этих обстоятельствах, они не ищут того, что Божье. И мы просим тебя, Дух Святой, пожалуйста, прикоснись. Мы просим тебя, прикоснись к этим людям. Мы просим тебя снова и снова. Ты Бог, который говоришь многократно и многообразно. Ты тот, который говоришь, я льна курящего не затушаю и трости надломленной не доламываю. Мы просим тебя, прикоснись, Святый. Пусть сила твоего Духа, пусть придет еще раз Слово. Слово Твое, которое острее меча обою до острова, которое действует до разделения духа и души, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мы подвязываемся в этой молитве. Мы подвязываемся в этой молитве за этих людей. И мы уповаем, уповаем на Твое вразумление. Мы уповаем на милость Твою, на благовременную помощь. Мы уповаем на благодать, подаваемую от престола милости Твоей. Пожалуйста, Господь во имя Иисуса. Потому что Ты ищешь, как помиловать и приговоренного. И мы видим сегодня, что из-за того, что взгляд людей, он более заострен на земном. Они не могут выйти, они не могут увидеть приобретение в этих обстоятельствах сложных, в которых они находятся. Но Ты всемогущий Бог. Ты всемогущий Бог. И для Тебя нет ничего невозможного. И пусть сегодня это молитва ходатайства. Молитва ходатайства, Господи. Она поможет, Господь. Она поможет выйти на Твои пути. Во имя Иисуса. И все доскажут. Аминь. 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 Смотрите. Всегда выбор будет стоять в послушании Богу. Всегда, когда выбор касается Его славы, выбор всегда будет стоять между тем, что выбрать. Послушаться Богу или поступить по-своему. Вот послушание, оно не перестает. Послушание Богу, оно не перестает. Оно не теряет своей актуальности. Никогда. До конца наших дней. До последнего нашего вздоха. Наша цель будет покоряться под Его крепкую руку. Вопрос послушания. Я хочу, чтобы мы молились сегодня за себя и за все церкви. Мы сегодня собрались, несколько церквей, как всякий раз. Давайте мы будем молиться. Я верю. Ну вот знаете, есть написано, что Иисус ходатайствует за нас. За тех, кого Он избрал, Он ходатайствует. Давайте сегодня возьмем это слово, и мы будем ходатайствовать. Кто-то за себя. Дух Святой в вас, и вы знаете о себе. А будем ходатайствовать также о ком-то. Будем поднимать их перед Христом, чтобы Он пошел и ходатайствовал, Он приходил со своей кровью перед Отцом и говорил, это Мои люди, это Мои дети. За них заплачено. Да, может, они сейчас тупят. Может, они сейчас хромые на обе ноги. Но посмотри, Отец, кровь Моя, она взывает о Твоей справедливости. Ты хотел цены, вот Моя кровь. Давайте будем молиться. Кровь Христа не потеряла сил. Аминь. Отец, во имя Иисуса, мы просим Тебя сегодня за себя, за все церкви. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты помог благодатью Твоей. Ты помог нам укрепиться в той благодати, которая ведет к послушанию к Тебе. к послушанию, к покорению Тебе, к покорению Твоему Слову, к доверию Тебе. Потому что послушание, на самом деле, это доверие. Когда мы доверяем Тебе в любых обстоятельствах, когда мы не ищем своих путей, когда мы не ищем своих выходов, когда мы не диктуем Тебе, что нужно делать, а когда мы покоряемся и послушаемся Тебе, я прошу Тебя, Господь, изливай сегодня благодать Твою на церковь. Изливай эту благодать, Господь, послушаться Тебе. Послушаться, потому что всегда будет стоять вопрос. Кто-то будет всегда претендовать в нашей жизни, чтобы больше послушаться чему-то, кому-то, чем Тебе. Я прошу Тебя благодати. Я прошу, чтобы Ты сегодня прочистил наши светильники, прочистил светильники церкви, прочистил светильники, Господи, каждого сердца, чтобы мы покорялись Тебе и послушались Твоему Слову во имя Иисуса. И все доскажут. Аминь. Всегда будет стоять выбор вот или временного, временного утешения, временного решения вопроса или вечной ценности. Всегда. Всегда. И на что мы разменяемся? Когда Иисус говорил Петру о том, что ему надлежит пойти на крест и страдать, Петра, ну, никак не устраивало, не устраивал ход событий, о которых говорил Христос. И тогда Иисус сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты ищешь не того, что Божье, а того, что человеческое. Ты ищешь видимого. Ты ищешь видимого комфорта. Ты ищешь видимого устройства. Но вечное в том, чтобы сегодня была потеря. Вечное в том, чтобы сегодня была крестная смерть для приобретения многих. Пусть Дух Божий, Он поможет вот в этой благодати, поможет нам все-таки фокусироваться на вечных ценностях, вот на этой вечной славе. Пусть сегодня мы никто, ну, вот знаете, мы никто. Апостол Павел однажды говорил, нас бесчестят, нас не признают, нас там побивают камнями, нас мы не в большом почете, не в уважении. У нас часто мы бываем, что мы в нужде, мы в чем-то нуждаемся, но мы всем обладаем. Как Он мог говорить об этом? На что Он опирался? Что было у Него сегодня видимого, у апостола Павла? На что бы Он мог опираться и говорить такое? Но мы всем обладаем. Только на вечное. Только на всемогущего Бога. Только на невидимое царство. Только на то, во что Он верил, что у Него уже это есть. Вечная ценность. Отец во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господи, я прошу Тебя о себе. И я прошу Тебя, Господи, сегодня о церквях. Я прошу Тебя, Господи, о теле Твоем, о невесте Твоей. Пожалуйста, Господи, Ты возжигаешь светильник, и Ты просвещаешь тьму. Я прошу Тебя, Ты сегодня просвети эту тьму, в которую, возможно, мы, осуетившись, зашли. Ты просвети тьму, Господь, которая сегодня выходит и фокусирует нас на земном, на временном. Я умоляю Тебя, Господи, помоги возвести очи горам. Помоги нам увидеть, Господи, через все, что сегодня есть в нашей жизни. Помоги нам увидеть это вечное. Помоги, чтобы вот это вечное стало вот этой истинной ценностью. Помоги нам каждый день, делая выбор, делая выбор, принимая какое-то решение, опираться на вечную, на вечные ценности, на вечную жизнь, на вот эту весомую славу, которую Ты предназначил для нас. Во имя Иисуса. И все это скажут. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok